Эту тему далее будем обсуждать с Михаилом Шейтельманом, политтехнологами, писателем. Доброе утро, Михаил. Приветствуем вас. Доброе утро. Ну вот давайте, наверное, посмотрим на то, как вообще, в принципе, Российская Федерация отреагировала на эту войну, как Израиль называет. Не осуждает Хамаса, но и вот, как заявил пресс-секретарь Путина Пескова, риск привлечения третьих сил в ситуацию в Израиле. То есть мы понимаем, что если кто-то еще присоединится в помощь Израилю, то это якобы будет эскалация и так далее, вызовет глубокую обеспокоенность в России. Что имеется в виду, как вы считаете, почему Российская Федерация не осуждает Хамаса и испортится ли после этого у Нетаньяху и Путина политические взаимоотношения, после того, как, уверенно говорит в Израиле, тот же Нетаньяху, разгромят Хамас? Ну, потому что Россия и есть один из главных спонсоров Хамаса. Хамас не признан никакой террористической организацией в России. Напротив, политические лидеры России встречаются постоянно с Хамасом, принимают их в Кремле. И у Хамаса три главных спонсора – это Иран, Катар и Российская Федерация. Боевики Хамаса обучаются у россиян, естественно, есть российские инструкторы. Российная международная арена, де-факто, конечно же, поддержала Хамас, поскольку это их же, собственно, имя же. Ну, организован Хамас Советским Союзом, сейчас его поддерживает Российская Федерация. Вот сегодня один из лидеров Хамаса, один из, собственно, лидеров вот этой атаки на Израиль, он заявил, что все задачи Хамаса сейчас выполнены, что он готов к переговорам и благодарит Россию за поддержку, потому что Россия поддержала Хамас в Совете Безопасности ООН, заблокировала, насколько я понимаю, видимо, наложила вето там на осуждение, ну, скорее всего, просто не уследил. Но вот сегодня была благодарность от лидера Хамаса. Кроме того, сегодня в Москву едет президент так называемой палестинской автономии Абумазан, и, естественно, что он будет договариваться о дальнейших шагах, о том, как воевать с Израилем дальше. Поэтому есть полноценная, полномасштабная поддержка России и Хамаса, естественно. Михаил, по вашему мнению, как дальше будут развиваться события? Потому что, ну, мы понимаем, что выполнить, ну, скажем так, те установки, которые были озвучены со стороны Израиля, а речь идет не только о ликвидации этой угрозы, да, как я понимаю, это в целом речь идет о ликвидации как не то чтобы институции, да, но как такого объекта террористической угрозы всего мира, да, под названием Хамас. И речь не идет только о ликвидации военизированных каких-то, да, истории подразделений, речь идет о ликвидации как структуре, да. Да, но мы понимаем, насколько это сложно делать, да, мы понимаем, что эта операция продолжается. Были очередные удары, по разным данным, за эту ночь только 200 авиационных ударов было по сектору газа, по местам, да, по сути, законным целям для армии Израиля, соответственно. Но это застройка, это мирные жители, это люди, да, вот как будет в дальнейшем развиваться эта история, с учетом, как вы уже отметили, тех же заявлений по поводу, вот, мы уже всего достигли, давайте теперь говорить. Да, это они берут пример с Российской Федерации. Да, абсолютно, абсолютно. Совершенно очевидно. Но сценариев на самом деле несколько, есть сценарии более мягкие, более жесткие. Сегодня, на сегодняшний день Израиль мобилизовал 300 тысяч человек в армии, это вот за последние три дня. И вся израильская армия на момент начала войны, это 160 примерно тысяч личного состава, и еще 300 было мобилизовано тысяч, а всего весь мобилизационный резерв израильской армии 450 тысяч. То есть две трети всего МОП-резерва уже мобилизованы, понимаете? То есть Израиль подготовился к самой серьезной войне за последние 50 лет. Решение Кабинета безопасности Израиля состояло в том, которое принято еще в субботу или воскресенье, что будет именно сухопутная атака на сектор газа. То есть это означает, что войска израильские зайдут в эту застройку. Потому что действительно авиаударами всех не уничтожить. Вопрос, что произойдет дальше. Потому что они зайдут, это уже больше 90%, вероятно, что они туда зайдут. Не 100%, конечно, но тем не менее она очень велика. Зайдут, чтобы уничтожать какие-то объекты, недоступные с воздуха. Там есть система подземных туннелей. Там есть вот эти люди, сами хамасовцы, которые спрятались. Из города Газа, там же в этом Газа-стрип, в этой полосе Газы, есть не только город Газа, но и какие-то сельские местности. И вот из города уехало 150 тысяч жителей, спасаясь от бомбежек. Поэтому там постепенно мирного населения становится все меньше. Вот. И так Израиль, скорее всего, зайдет, что, еще раз подчеркну, не гарантированно, но скорее всего. И вот здесь начинается первая такая важная развилка. То есть, когда он зайдет, начнет ли Хизбалла на севере, которая на севере Израиля, она в Ливане, стоит и в Сирии, начнет ли она полномасштабную войну. Сегодня уже из Ливана проникли четверо боевиков Хизбаллы на территории Израиля. Трое из них на настоящий момент уничтожено, один пока нет, но там тяжелые бои. Там погиб замкомандир бригады на этих боях на севере Израиля уже. И если... Ну, пока, по крайней мере, Хизбалла обещала, что если будет сухопутная операция Израиля, то Хизбалла вступит в войну полномасштабно. А Хизбалла – это организация, которая полностью финансируется, вооружается, обучается Ираку. И получится тогда, что на юге Израиля воюет Россия в лице Хамаса, а на севере Хизбалла в лице Ирана. Вот, поэтому, если ограничится все только операция Израиля в Газе, то это вопрос нескольких недель. Если же вступит в войну Хизбалла, то это может быть вопрос нескольких месяцев. Ну и третья стадия, которая может тоже произойти эскалация – это вступление в войну самого Ирана. В принципе, это тоже не исключено. И тогда это уже будет… Или Израиль ударит по Ирану, например, но именно физически по Ирану ракетами. Такое тоже может быть. Поэтому это может оказаться войной, такой перестрелкой между Израилем и Ираном. И у тех и у других есть ракеты, авиация. У них нет общей границы у Израиля с Ираном. Но это тоже возможно. Поэтому есть вот три таких разных сценария – короткий, средний и длинный. А вот как дальше реагировать после того, ну вообще, насколько вот вам видится? Почему Россия откровенно, ну скажем так, поддерживает и встречает уже так называемого президента Палестины? И зачем это делать, если можно так же продолжать? Их там нет, под риторикой, да, из-под тяжка действовать. И если все-таки Хамаса разгромят или хотя бы на какое-то время его обессилят в военном отношении, будет ли Россия более, скажем так, откровенно помогать или даже может вооружением? Как она еще может себя проявлять? Ну, очевидно, что уже между Израилем и Российской Федерацией пока что испорчены будут отношения. Во-первых, Россия и так действует, исходя из их там. Нет, она же не говорит, что это наши бойцы. Они принимают как бы вот некого человека, говорят, вот приехал политик, мы с ним ведем переговоры. Пожалуйста, учтите его интересы, учтите интересы палестинского народа. Об этом говорит Россия. Вчера Лавров выступал, сказал, во-первых, что надо смотреть в корень этой проблемы, что корень, потому что не решен палестинский вопрос на основании резолюции ООН, что у палестинцев нет своего государства до сих пор. Это сказал Лавров. Дальше он сказал, что Россия должна вмешаться, чтобы прекратить страдания мирных жителей. Напомню, что такие же формулировки использовал Песков в ноябре прошлого года в отношении Украины. Он говорил, что украинская власть должна срочно капитулировать перед Россией и выполнить все условия, чтобы прекратить страдания мирных населений в Украине, которые россияне убивают. То есть здесь они то же самое сказали. Прекратить страдания вы можете, и мы можем вам в этом помочь. Дальше Кадыров, Рамзан Кадыров, он уже сказал, что он лично на стороне Палестины и готов направить свои войска туда, кадыровские войска, в качестве миротворцев. Кто такой миротворцы в случае с Россией, мы знаем. Поэтому они пока ничего физически никого не отправляли, конечно, и не отправят, потому что их туда никто не пустит, но вот угрозы они такие уже озвучивают. Что будет после разгрома Хамаса, если все получится и план Израиля удастся? Они будут его восстанавливать, им не первый раз. Советский Союз, которым они себя мнят, Россия себя считает продолжателем Советского Союза. Советский Союз поддерживал террористов, создавал Хамас и ставил себе целью, Советский Союз ставил себе целью уничтожить государство Израиль, просто стереть с лица земли государство. Для этого он и финансировал, и вооружал, и посылал военных советников в Сирию и Иран, которые, собственно, нападали на Израиль в войну судного дня. То есть и там, и там были советские люди. И сейчас это все продолжается уже россиянами. В Сирии, как мы знаем, россияне, включая ЧВК «Вагнер». Этих готовил ЧВК «Вагнер». Оружие Хамасу передавала Российская Федерация. Поэтому они будут продолжать это, пока они не успокоятся. Тут вопрос такой же. Война на уничтожение, как у нас с Россией. Либо они уничтожат нас, либо мы их. Поэтому задача сейчас всех цивилизованных стран, которые они пока еще не все поняли, уничтожить Российскую Федерацию как государство, как мировое зло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова